МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ничто не забыто. Останки уроженца Рязанской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сегодня вернулись на родину. В центре города, буквально в километре от Вечного огня, сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили несвойственную для Рязани картину. На одной из промышленных баз группа людей организовала пункт по сортировке вторичного сырья. Вот только проблема в том, что их деятельность оказалась при этом незаконной. Подробности расскажет Анна Герцовская. Это место стало яблоком раздора между местными жителями и людьми, которые занимаются сортировкой вторичного сырья. Казалось бы, хорошее дело прилагать усилия для переработки мусора. Однако в него вмешалась природоохранная прокуратура. Рязанцы, которые заметили, что за последнее время в центре города системно происходит выброс вредных веществ в атмосферу, обратились в природоохранную прокуратуру. Подтолкнуло их к этой идее собственное самочувствие. Начинаются какие-то обострения респираторных заболеваний, которые носили хронический характер и время от премии обострялись. Мы провели проверку на территории предполагаемых жителями объектов, где возможно нарушение. На одном из объектов мы обнаружили территорию, которая скрыта была от посторонних глаз, и где происходил незаконный прием, хранение, сортировка твердых бытовых отходов. Однако загрязнение было вызвано не хранением и сортировкой, а сжиганием части отходов, которые не подлежали сдаче в дальнейшую переработку. Действия воплощались в жизнь с помощью двух самодельных печей, которые находятся здесь же, на территории одной из промышленных баз. Все это происходило по соседству с плотной застройкой жилыми домами. В момент прокурорской проверки приезжала машина, мусоровоз с 8-кубовым контейнером и выгружал это все на один из предназначенных именей для этого участка в местности. Потом была сортировка, упаковка, измельчение и сжигание. В свою очередь, когда наша съемочная группа выехала на место, нам удалось напрямую пообщаться с организаторами пункта сортировки мусора. По их словам, в печь случайно попал пластик. И активисты, опираясь на статью 0103 правил пожарной безопасности, старались нам доказать, что сжигание на расстоянии 50 метров от домов допустимо. И кроме дерева они стараются ничего не сжигать. Но даже при выполнении всех норм этих правил, для осуществления такой деятельности требуются разрешительные документы организациям и гражданам, занимающимся переработкой. Это граждане, то есть это граждане считают эти деятельности. Это не было какой-то юридической фирмы. У них не было никаких разрешительных документов, которые могли и должны связать о том, что их деятельность безопасна. Сейчас материалы проверки отправлены в органы контроля, а точнее в Министерство природопользования и экологии Рязанской области. После чего будет вынесен вердикт, и организаторов пункта переработки, а также представители мусоровозов ожидают административные наказания. В экологическом праве, в отличие от уголовного, существует презумпция экологической безопасности. Здесь доказывать вину не нужно. Деятельность считается безопасной, только когда на нее имеются соответствующие документы. По сути, хранение и сортировка вторичного сырья не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Однако, как бы ни была идея переработки мусора сейчас актуальна, для ее реализации все-таки необходимо получить все разрешения. Тогда препятствий на пути к улучшению экологии не будет. Карта свалок, составленная активистами Общероссийского народного фронта, повергает в шок. Ситуация с несанкционированными залежами мусора в регионе гораздо хуже, чем могло бы показаться. И внимания этой проблеме до недавних пор почти не уделялось. Однако, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов пообещал лично поучаствовать в ликвидации свалок, когда к нему обратились касимовцы. Ведь крупнейший районный центр в буквальном смысле зарастает грязью. Александр Миронов – активист Общероссийского народного фронта в Касимове. Свою работу в организации начал в этом году. При содействии Александра на карту свалок Рязанской области попали несколько десятков подобных касимовских объектов. В одном из поселков Рязанской области была ликвидирована свалка и на этом месте установлен памятник Великой Отечественной войне. То есть там уже рука у людей не поднимется выкинуть мусор. И как бы считает тоже хороший опыт, почему бы нам не применять его, например, в том же парке или на центральном нашем. В Рио губернатора встретился с активистами ОНФ 19 июня. Николай Любимов поставил задачи местным властям в кратчайшие сроки убрать образовавшиеся скопища мусора. В Касимов указы в Рио губернатора дошли молниеносно. В городском парке культуры и искусства уже приступили к уборке. В городскую администрацию Александр написал не один десяток писем с требованием убрать свалки бытового мусора. На большинство из них получил стандартную отписку. Чиновники ответили, что свалка включена в список уборки на июнь. Но Александру с трудом верится в исполнение подобных обещаний. По факту такое формальное отношение к этой ликвидации свалок несанкционированных идет. Либо это просто засыпают землей и в итоге мусор как остается, так и остается. Либо свалки сгребаются, но не вывозятся. Здесь не управится даже и в течение месяца, потому что работу необходимо полномерно вести. Изначально произвести опилку деревьев, организовать подъезд хотя бы техники к данной свалке. И постепенно, полномерно убирать эту свалку в течение хотя бы нескольких недель. Перед активистами ОНФ стоит важная задача. Необходимо добиться, чтобы городская администрация Касимова выполняла свои функциональные обязанности. Поддерживала комфортные условия жизни в самом крупном районном центре региона. Десятилетия минули со времен страшной войны, но память о героях будет жить вечно. По сей день поисковые отряды продолжают отыскивать останки без вести пропавших солдат. Накануне памятной даты, даты скорби, на Богородском кладбище Рязани перезахоронены остатки еще одного героя, погибшего на Кубанской земле и обнаруженного только в этом году. Младший лейтенант Григорий Сидоров родился в 1923 году в деревне Нашатыркино Рязанского района. На Великую Отечественную войну он ушел совсем молодым. И также совсем молодым он ушел из жизни в 1943 году, 30 июля. После окончания войны его самолет так и остался лежать, погребенным в землях Краснодарского края. И вплоть до настоящего момента об этом воине не было ничего известно. Но в 2016 году кубанские поисковики нашли его самолет, а после началась кропотливая работа. По номеру двигателя они выяснили модель истребителя. После дело за малым. Узнать по военным документам, какой именно самолет не вернулся с боевого вылета. Так и узнали имя пилота Григорий Сидоров. В мае 2017 года его останки были переданы для предания родной земле представителям поискового отряда Рязанской области АК «Рязань». Ребята, большое вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Вы делаете огромную, нужную, важную работу, которую, я не знаю, с чем это можно сравнить. Родственников в Рязани у него, к сожалению, не сохранилось. У пожилой семьи Сидоровых было три сына, два из которых погибли на войне, а судьба третьего так и осталась неизвестна. Безусловно, очень трагический, травмный момент, потому что мы сегодня хороним защитника Отечества. По праву защитника, на которого нужно равняться всей нашей молодежи. Потому что отдать жизнь свою в 20 лет, когда только все начинается, когда все еще впереди, это действительно героический поступок. Сегодня, 21 июня, останки бравого воина Рязани предадут родной земле. Теперь он будет похоронен в воинском квартале на Богородском кладбище. Действительно скорбный момент. Но это истина, действительно. Истина действия. Никто не забыт, ничто не забыто. И этот пример всему человечеству, что Русь свои герои не забывает, где бы они ни находились, когда бы их ни обнаружили. Героин остается героем. Это не первый солдат времен Великой Отечественной войны, найденный не на территории родной ему Рязани. С 2016 года нашли четырех человек, которые также были похоронены на этом кладбище. И каждая такая находка – это целое событие, как для поисковых отрядов, так и для родных и близких погибшего. Ведь это напоминание всем нам, как молодые ребята ценой своей жизни защищали родину. Жители нового жилого дома в Песочне, готовясь к новоселью, не подозревали, с какими трудностями им придется столкнуться. Застройщик не позаботился о дороге, ведущей к многоэтажке. И подобраться к своему новому дому жильцам сложно даже в хорошую погоду, не говоря уже о ненасти. Не раз получалось так, что навигаторы обманывали своих владельцев. С каждым годом программное обеспечение для них становится все лучше и лучше. И уже кажется, что ошибки в них быть не может. Однако, если вы решите поехать на Васильевский переулок в 9-й дом, то вас ждет большой сюрприз. Дорога, которая есть на карте, в реальности не существует. По всем актам приема передачи все было замечательно и хорошо. Написано, что сделана озеленительная в документах территория, две детских площадки имеются. И что все у нас очень замечательно и все хорошо. Дом сдали еще в 2012 году. А вот дороги нет до сих пор. Местные жители сами раскатали ее на своих машинах. Само собой, от Шереметьевской улицы до самого дома проехать без забот можно только в солнечную погоду. А жильцам без машины и того сложнее. Остановка есть вот возле того дома. Но к ней, чтобы пройти, мы не можем воспользоваться своей дорогой. Приходится идти чужими дворами. И на машине также зимой не чистится. Один раз всего лишь за зиму трактор приезжает. У кого машина и легковушки, проехать тоже тяжело. С тех пор, как сдали девятый дом, вокруг него построили несколько многоэтажек. Облагородили им территорию, возвели детскую площадку. А дороги за пять лет до сих пор нет. Сказали, что вот мы дома построим, сейчас вот есть техника. Поэтому дорога такая разбитая, что вам ее класть, потому что есть эта техника. Потом достроили, и они даже перестали здесь ездить. А там еще свою дорожку проложили. Тот застройщик. И про нас просто забыли. Все это осложняется тем, что подъезд к дому только один. Да и тот самодельный. Но ворох проблем на этом не заканчивается. На месте березовой рощи может появиться еще одна постройка. На месте вот это вот говорят, что будет еще соседний дом. То есть, по идее, они будут пользоваться строительной машиной. Получается, они разобьют ее оставшуюся хоть какую-то дорогу. Мы вообще не проедем. Если он появится, то жильцы будут попросту заперты. Из-за такой сложной ситуации они обращаются за помощью уже не в первый раз. Писали в различные городские структуры. Есть письма и самому застройщику, и даже в прокуратуру. Но везде получают одни и те же отписки. Текст которых словно взят под копирку. Строитель перед застройщиками выполнил все свои обязательства. Если вас что-то не устраивает, вы можете обращаться в суд. Сейчас жители дома на Васильевском переулке по-прежнему пользуются одной единственной накатанной дорогой. Другой нет до сих пор. А к этой, грустно сказать, привыкли. И, вероятно, она так и останется основной дорожной артерией, пока властью города не будут предприняты какие-либо шаги. Обеспечить безопасность людей и предотвратить любые проявления террористической направленности. Контроль над ситуацией в городе несут кинологи. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Ежедневно сотрудники службы вместе с питомцами несут службу на местах массового скопления людей. На территории вокзала ежедневно находятся сотни человек. Все они разные, а некоторые и вовсе подозрительные. Примерно так думает овчарка Маркиза. Вокзал Рязань-1. И сейчас мы с инспектором-кинологом Николаем и его коллегой Маркизой идем проверять вокзал на предмет взрывчатых веществ. Маркиза, вперед! Вместе с хозяином-кинологом Маркиза каждый день на службе. Сегодня у них профессиональный праздник. Отмечают они его на работе. Как признается инспектор, отношения у них гораздо ближе, чем просто коллеги. Ты приходишь домой, думаешь, как она там. Идешь на работу, думаешь, как она там. То есть это как одна семья уже становится. Территория владения – места общественного скопления людей. Вокзал, остановки, площадь. Главное – найти и предотвратить террористическую угрозу. На современном вокзале без такой собаки нельзя. Техника подводит. В любом случае бывает сбои, с электропитанием. Ну а с собакой что может случиться? Она всегда готова. То и взял из вольер в любую погоду. Там дождь, не дождь, снег, не снег. Град, не град, ночь, не ночь. И в бой. Свою службу кинологи вместе с питомцами несут ежедневно. И представить сегодня работу полиции без кинолога со служебной собакой уже невозможно. В Касимовском районе полицейские возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Подробности далее. И только щепки летят. Жители деревни Дронина Касимовского района обнаружили подозрительных мужчин. Они вели заготовку леса недалеко от деревни. По обращению местных жителей на место немедленно выехали сотрудники МВД и Нижнеокского лесничества. Полицейские задержали на месте рубки двух мужчин. Выяснилось, что документов на вырубку деревьев у них нет. И незаконно заготовлено 123 кубометра древесины. После прецедента было решено обследовать весь государственный лесной фонд Нижнеокского лесничества. Таким образом, полицейские лесники обнаружили еще несколько мест, где была проведена незаконная вырубка. Рубка производилась в период с 2014 по 2016 года. В связи с тем, что рубка была выборочная, то есть данную рубку никто не замечал. Когда стало известно, было написано два заявления начальникам лесничества по данным факту возбуждены уголовные дела. Ориентировочно к Асимовскому лесному хозяйству был нанесен ущерб в 15 миллионов рублей. По всем фактам незаконной вырубки были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На сегодняшний день в интересах следствия информация о нарушителях не разглашается. Чтобы исключить повторение инцидента, специалисты Нижнеокского лесничества и сотрудники полиции организовали патрулирование и обходы лесного хозяйства. Большая работа была проведена и с населением, ведь именно от бдительности обычных людей зависит, успеют ли по горячим следам раскрыть преступление. В Музее истории молодежного движения открылась выставка обычаи, традиции и ремесла. В уникальном для региона проекте приняли участие все музеи Рязани и области, а также частные коллекционеры. Глобальная экспозиция охватывает быт и культуру 80 народов, проживающих на территории Рязани. О самых интересных экспонатах расскажет Галина Ершова. Молодца, да полюбим, и шедаю, и удалую на начало в гости, и опять все ходить. Шиловская лоза и скопинская керамика, кружевоплетение и бандарный промысел. На выставке обычаи, традиции и ремесла представлено около 500 экспонатов из 24 музеев Рязанской области. Экспозиция стала вторым этапом большого выставочного проекта, посвященного 80-летию нашего региона. Коллекцию собирали всем миром, помимо государственных музеев. В ней приняли участие национальные диаспоры и частные коллекционеры. Вообще для любого этнографа представленный научный материал здесь – это очень-очень серьезные работы. Поэтому эта выставка не только так красиво показать эти костюмы, тут рядом с ними пофотографироваться, она имеет очень серьезную такую научную базу. Из разных коллекций авторы составили зарисовки жизни людей конца 19-го, начала 20-го века. Здесь можно увидеть как традиционный костюм Рязанской губернии, так и предметы быта, орудия труда, парадные одежды и повседневные рубашки. Многие из этих простых вещей сегодня стали не просто историей, а поэтическим символом. Не ходи так часто на дорогу, в старомодном, в ветхом шушуне. Так вот, перед вами этот шушун – это белая домотканная одежда, отделанная красным узорочьем. Вот этот шушун, он именно для женщин в возрасте, потому что были шушуны для молодой женщины, для молодой девушки, они были более хорошо, более красиво украшенные. Помимо деревенской одежды, на выставке представлены костюмы городских жителей и национальные платья различных диаспор. Удивительно, но на территории Рязанской области проживают более 80 народностей. И именно в бытовых предметах лучше всего видно, как перекликаются разные культуры. Много очень похожего, много даже, просто по-разному называется, а фактически это одно и то же у каждого народа. На каких местах вышиты узоры, на каком элементе, то есть это края рукавов, либо центр платья, либо кайма. Общие черты можно найти даже в детских люльках, которые узбеки называют говорами. Однако эта выставка – не классический музейный проект. Сфотографироваться в тюбетейке или узбекском халате может каждый желающий. Также в течение всего лета запланированы мастер-классы по народным промыслам. Посетить выставку можно до 30 сентября в Музее истории молодежного движения. Всемирный день йоги отмечают сегодня любители этого древнего учения. Идеология и физические упражнения полюбились мужчинам и женщинам разных возрастов в разных уголках планеты. Каждый находит в йоге что-то свое. Мы живем в большом городе, мы постоянно спешим, мы торопимся жить, теряясь в постоянной суматохе минут. Ритмом современного города требует от нас большого возбуждения, что не может не отразиться на нашей и без того хрупкой нервной системе. С ритмом современного города помогает справиться практика йоги. Чем больше город, тем сложнее и быстрее живем. Конечно, йога помогает. Йога – это такой островок спокойствия и возможности выдохнуть, отвлечься, оставить какие-то все дела и суету вовне, за пределами зала. Выкинуть весь круговорот и жвачку мыслей, просто посмотреть на себя, какой он есть, какие ему есть на самом деле. Заглянуть внутрь себя, посмотреть вокруг, прислушаться, присмотреться вообще к миру. Он многогранен и подчас мы не видим того, что происходит вокруг нас, потому что загружено и мозг все время что-то делает, работает, анализирует. Иногда нужно выдохнуть, все прервать, отдохнуть, расслабиться. Йога отличный для этого способ. Адха-муха-шванасана, сарвангасана, утхита-триканасана. Все эти названия – позы йоги в переводе с санскрита, древнего языка Индии, звучат даже более странно, чем в оригинале. Поза собаки мордой вниз, вытянутого треугольника, есть даже поза трупа. Она, кстати, считается одной из самых трудных в йоге, хотя внешне кажется, что вы просто лежите на полу. И для многих, кто не знаком с практикой, йога кажется чем-то средним между медитацией и странными телодвижениями, а некоторые и вовсе выступают против, из-за религиозных убеждений. Йога полезна настолько многогранна, что она полезна с многих сторон, со всех сторон для человека. Нужна нагрузка для сердца, тренирующая сердце и сосуды, она есть. Нужно развить легкие – легко. Нужно добавить пластичности в теле и продлить жизнь суставам, мышцам, сухожилиям, продолжить жизнь, обычное функционирование в большем преклонном возрасте, в больших годах. Йога дает эту возможность. В этом году Международный день йоги проходит под лозунгом «Йога на благо здоровья». Известна на нескольких континентах, она появилась много веков назад, и за минувшие столетия йога приобрела сотни тысяч почитателей. Этот факт является неоспоримым свидетельством ее пользы для здоровья практикующих людей. То, что это физическая нагрузка, это безусловно. То, что приведение в норму головы, можно так сказать, мыслей, очень помогает, когда в сложных ситуациях, ну, не можешь разобраться, нужно обязательно прийти на тренировку, после этого обязательно найдется решение. А справиться со стрессом помогут всего несколько асан, так называют позы в йоге, причем выполнять их можно в домашних условиях. При этом их эффективность доказывает наука. Ученые из Нидерландов обнаружили, что у людей, которые занимаются восточными практиками, изменяется работа генов, связанных со стрессом. Ученые из Великобритании доказали, что йога и медитация могут буквально вылечить от рака. Это также связано с позитивными изменениями в ДНК человека. Подробный видеоурок ищите на сайте телекомпании город62.тв и в нашей социальной группе ВКонтакте. Занимайтесь йогой и будьте здоровы! На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго! Телекомпания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Субтитры сделал DimaTorzok